Здравствуйте, с вами канал Европлант Лайф и я, Самой Ленка Наталья. У нас был сюжет о биологическом методе защиты и биологических препаратах. Сейчас речь пойдет о препаратах химических. В отличие от биологических препаратов, которые призваны не уничтожить, а снизить критическую массу, химический метод борьбы и защиты направлен на полное уничтожение вредителя. Препараты, которые направлены на борьбу с грибными заболеваниями, называются фунгициды, а против насекомых – инфектициды. Такие препараты, как и любые другие, имеют свои плюсы и минусы. Плюсом может стать достаточно быстрое решение проблемы. Может не мгновенное, как многие ожидают, но все-таки быстрое. Это главное и основное преимущество химических препаратов. Однако, давайте поговорим, когда и как нужно использовать химические средства защиты. При безграмотном применении таких препаратов можно не только не помочь растению или саду целиком, а принести еще больше вред как растению, так и себе, но и окружающей природе. К примеру, все слышали, что химию мы не используем во время цветения плодовых, так как это влияет на урожай. А не задумывались, почему? Ответ очень прост. Вместе с вредителями мы убьем пчел, как следствие не будет опыления, что приведет к минимальному урожаю, либо полному его отсутствию. Еще один момент. Не стоит делать баковую смесь, смешивая фунгицид и инфектицид, то есть средства против вредителей и патогенных грибов. Стремясь сократить время обработок, мы рискуем не получить никакого результата, так как многие препараты имеют разную кислотность, и они просто нейтрализуют друг друга. Очень часто бывает, что попробовав какой-то препарат, он нам так понравился, что мы ведем борьбу с вредителями только им. А через некоторое время он перестает действовать. Тогда мы грешим на производителя или продавца, обвиняя их в некачественном продукте. Они как раз тут ни при чем. Мы так часто использовали наши лекарства, что насекомые или грибы просто привыкли и выработали иммунитет. Поэтому, чтобы такого не происходило, в нашем арсенале должно быть несколько химических препаратов с разными действующими веществами. Как бы нам ни хотелось, но следует признать, что без химии нам никуда. Однако, очень часто используя химические средства борьбы, мы снижаем иммунитет растений. Одно лечим, другое калечим. Об этом не стоит забывать. И имеет смысл добавить в распылитель или вместе с сухими препаратами внести удобрение или средства для повышения иммунитета. Вспомните, когда мы принимаем антибиотики, нам параллельно прописывают витамины или средства для поддержания иммунитета. Здесь ровно такой же принцип. Так же, как и у биологических препаратов, эффективность химических зависит от погодных условий. Дождь и ветер снижает их эффективность до минимума. Не все препараты работают при низких температурах. И при очень высоких можно получить тоже нежелательный эффект. Многие, кто видел сюжет о биопрепаратах, и кто смотрит нас сейчас, наверное, думают. Биопрепараты ей не нравятся. Они недостаточно эффективны. Химические тоже не угодили. Так что же делать? Смотреть, как грибы и насекомые доедают мой сад? Конечно, нет. Просто всегда должна быть золотая середина. И тогда сад будет приносить удовольствие, а не сплошные мучения. На этом все. Подписывайтесь на канал. Обязательно оставляйте комментарии. До скорых встреч. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»